Это не передастся, это надо чувствовать У человека должно быть чувство Очень большое чувство Тогда Все придет Не знаю, надо может родиться лошадью, но надо ее чувствовать Потому что многие пытаются сделать что-то, но ничего не получается Должен талант быть и у лошади, и у всадника Я думаю, что талант должен быть очень большой Для всадника он оказался слишком велик ростом Но огромное трудолюбие и самозабвенная любовь к конному спорту Вознесли его на Олимпийский пьедестал 1980 год и единственное олимпийское золото нашей страны В красивейшем виде спорта конкурия Стали знаковыми в жизни Вячеслава Чуканова Он, как никто, знает, что талант наездника Неотделима от таланта лошади Он обладает редким даром находить таких лошадей Он не мыслит себя без них И он знает, что это навсегда Корабль пошел Очень хорошая лошадь По кличке Дагомыс Которому сейчас 8 лет Я считаю, что это очень перспективная лошадь на будущее Может быть, даже он будет выступать на Олимпийских играх Все зависит от подготовки И в данный момент на нем ездит 15-летняя девочка Гепатит, трапеза, гранат, нечетный, зритель Теперь Дагомыс Это не просто имена Это вехи его жизни Без них он бы не стал нынешним Вячеславом Чукановым Этот роман вспыхнул в 1963 году Славе было 11 лет Я вырос вообще на повороте, как ехать на Шереметьево Там был такой совхоз Академии медицинских наук СССР Где выращивали животных на опытах Крыс, кроликов И там была конюшня Я все время ходил на эту конюшню Мне очень нравились лошади Помогал конюху И один раз в школе Мальчишка один Мы разоговорили с ним И он говорит, что есть конно-спортивная школа Спартак называется Говорит, приходи, посмотри И я туда пришел И там я остался до 90-го года Это мое было знакомство Вот я так попал в конный спорт Это сейчас бывший конно-спортивный клуб Спартак А ныне Олимпийский центр планерное в подмосковных Химках Современное спортивное сооружение Тогда же, в 60-70-х годах Чтобы ездить сюда каждый день Нужно было очень любить лошадей Я вот, например, пришел сюда в 58-м году В первый раз Пришел сюда в больших резиновых сапогах Потому что сюда здесь невозможно было от станции пройти Никаких автобусов, никаких шоссе здесь не было Заросло, конечно, здесь все Я сам здесь не был лет 15 По этой дорожке не ходил уже с молодостью Вот электричка как раз идет С Питера вот этого Идут электрички И мы ходили пешком Вот со станции Когда был снег, здесь было по колено сугробы И получалось так, что мы ездили с Вячеславом Бывало на одной электричке Но это не мешало Слава был готов на все Чистить, ухаживать, седлать Слишком сильной оказалась потребность Каждый день видеть лошадей Условия – хорошие оценки в дневнике Я приду, уроки сделаю И на конюшню, которая рядом с нашим домом была Ну, отец хотел меня научить играть на баяне Купил мне баян И определил меня в Химке В музыкальную школу Седлайм мне говорил Чему тебя там научили? Я говорю А я выучил такого русского на одной стороне играть Я говорю, вот это И вот все время я ему этого русского играл И он говорит Сколько ты уже два месяца ходишь Все русского играешь Потом он сообразил И уже меня все Продали этот баян И все, я пошел в конный спорт Обычно все люди приходят сюда В 11-12 лет Также пришел сюда И вот наш олимпийский чемпион Чуканов Здесь он начал заниматься Начал заниматься под руководством Конькова Владимира Васильевича У него он начинал После этого ушел в армию А уже с армии В 1974 году, когда он пришел Он уже попал ко мне в конкурную группу Его рост и вес Необычны для конкуриста Они выше средних показателей 185 сантиметров И 80 килограммов Подставь всаднику И его конь гепатит С такими параметрами Стать чемпионом в преодолении препятствий Практически невозможно На всех соревнованиях Вячеслав Чуканов Оказывался самым тяжелым Был он и есть он сейчас Не маленький Он был крупный парень Конечно, лошади было достаточно Нелегко вести такой вес Но тем не менее За счет своего мастерства За счет своего класса Эта лошадь не чувствовала Он был таким у нас плотным И с таким весом И специально для него Тогда директор планерной Построил сауну Что было крайней редкостью В то время Она до сих пор хранит Следы Чуканова Славы Здесь, на планерной О нем всегда говорят с улыбкой Он стал в каком-то смысле Душой базы В нем сочеталось несочетаемое С одной стороны Одержимый лошадьми талант С другой упорный трудяга С одной заводил и весельчак С другой строгий тренер В Ростове я выступал на двух лошадях А он выступал на одной И я его обыграю И он плачет Вот представляете От обиды плачет Я был маленький А он давал еще своего коня У него по кличке Глена А он достаточно большой конь был Вот И мы одевали уздечки И у меня получилось так Что я не доставал ему Чтобы накинуть повод Маленький был А он голову задрал Лошадь И я не могу достать Я стою так вот прыгаю И такой вот Гад такой Гад такой А не вижу, что Вячеслав стоит сзади А он стоит Усишки были такие Чего? А я думаю Ну все, сейчас выгонит Или еще что-то такое Ну ничего Так посмотрел Так, чтобы я больше этого не слышал Он мне сказал Все И больше Я не смотрел Но уже был осторожничал Когда я начинаю уздечко С нее Я оглядывался Нет ли Вячеслава сзади Ругать коня табу Это знает любовь садник Лошадь Это главное, что у тебя есть То, от чего зависит твоя победа И твое поражение Твоя судьба Больше, чем друг Об этом хороший наездник Не забывает никогда Пошли Если с земли садиться Ну-ка Если когда нет табуретки То хуже Я думаю, что с табуретки просто лучше Для лошади, я имею ввиду Раз И сел уже Полтора десятка лет работы в деньнике Упорного труда до седьмого пота И верности родному спартаку Сделали свое дело В семьдесят восьмом году Чуканов побеждает На чемпионате СССР И становится мастером спорта Международного класса И возможно Это никогда не произошло бы Если бы в семьдесят четвертом В его судьбе не появился гепатит Главная лошадь его жизни А этого, в свою очередь, не случилось бы Без участия тренера Виктора Нинахова В семьдесят четвертом году Впервые мне было поручено Покупать Купить лошадей Для преодоления препятствий Я ездил в Ростов Гепатитов Был куплен в семьдесят четвертом году Двухлетним И с семьдесят четвертого года По восьмидесятой Чуканов тренировался на нем Хотя, честно признаться Я еще тогда был играющим тренером И я его покупал вроде бы как для себя Но увидел, что больше пользы будет Если этот жеребец будет под славой Он ехал в конный завод И отбирал лошадей Которые, по его мнению Могли показать хорошие результаты Может быть, он привозил не одну, не две А три, четыре, пять, шесть лошадей Но все равно получались талантливые лошади Если талантливая лошадь Талантливый всадник И мы добивались успехов Это тоже очень многое значит Купить лошадь Если ты купишь лошадь Можно любую пойти сейчас купить А если она не будет талантливой Что ты с ней будешь делать? Ну, а вот После покупки лошади Ему очень эта лошадь, так сказать Понравилась И он с ней, собственно говоря, и вырос С этим гепатитом Лошадь была очень отдатливая Он такой Отдатливый в смысле Отдавал всего себя спорту Этот конь У него было очень большое сердце Этот дуэт оказался на чемпионате сильнейшим Чуканов и гепатит Как македонский буцефал Эти имена долгое время звучали только вместе С этим чистокровным гнидым Связано его наиболее успешное выступление в конкуре Взлет этой пары до вершины Союзной сборной на знаменитой Олимпиаде 80 Произошел стремительно Сборы проводили и здесь вот И вот здесь недалеко Столовая, которая нам родна Своим творогом Там и всеми остальными деликатесами Которая могла позволить себе сборная команда Включая там икру и все остальное То есть в отношении питания не было никаких проблем Специально для летних Олимпийских игр в Москве был построен крупнейший в Европе конно-спортивный комплекс «Пицца» В сборную СССР по конкуру вошли пять человек Двое – Виктор Осмаев и Николай Корольков из Ростова-на-Дону Украинец Виктор Пагановский и спартаковцы Вячеслав Чуканов с Анатолием Тимченко То, что Чуканов будет выступать на Олимпийских игр практически не вызывало сомнения Потому что там было несколько человек у нас Которые по своей спортивной подготовке были вне конкуренции Вячеславу было суждено выступать последним в командном первенстве К этому моменту, несмотря на ошибки, золото Московской Олимпиады было у нашей команды фактически в руках Решающая роль, пусть он выступает первым, вторым, третьим Ильича выступал четвертым номером И в принципе уже по прохождению второго гита трех наших всадников мы уже выигрывали Но так как государственный тренер Мишин сказал, что мы покажем достойный результат То есть результат он был по штрафным очкам, но он немножко чуть высокий был То мне подошли и сказали, давай выступай в втором гитре Я не хотел ехать в второй гитре Он прошел дистанцию без единого штрафного очка И обеспечил выступлению нашей сборной поистине звездный финал Так была достигнута Олимпийская победа советских конников Командный дух, конечно, присутствует И дух, и ответственность Когда прыгаешь один, за личное место борешься, это одно А когда прыгаешь за команду, конечно, тоже другое Ты уже несешь ответственность не только за себя Как говорится, за результат всей команды Если бы я не прыгал бы этот конкур Может быть, конь посвежее был на личных соревнованиях А на следующий день, 3 августа 1980 года Был личный зачет в Лужниках И снова в жизни Вячеслава решающую роль сыграл гепатит На этот раз конь подвел своего наездника И если честно признаться, я думаю, что гепатиту не хватило в этой чаше в Олимпийской в Лужниках кислорода У него было с дыханием не очень все в порядке Ровно все время хрипел Знаете, когда не хватает кислорода, лошадь не подчиняется, она вырывается И надо глотнуть воздух А тут сидит садник и подчиняет его себе Много таких нюансов В личном первенстве Вячеслав Чуканов оказался только девятым Персональным олимпийским медалистом он так и не стал Конечно, было обидно Но у меня вот сейчас могу такую, так сказать, вещь сказать У него очень хорошо получалось на другом еще коне Который был под другим членом сборной команды И, может быть, имело бы смысл рискнуть и записать его на другой лошади Просто на другой лошади Это была судьба И, несмотря ни на что, это была победа Гордость и радость нашей страны Гордость, что ты стал олимпийским чемпионом Гордость, когда ты видишь, что поднимается твой флаг, когда играет гимн Слезы на глазах поворачиваются Все гулянки у нас находились здесь Вот за этими местами, когда это Если когда-то заканчивались соревнования И все время что-то где-то надо было обмыть Все пламяные без родничка, так сказать, это не пламяные Все, если кого-то надо искать после соревнований, это только было здесь Все время вода здесь под руками Помыть помидорчики и огурчики Эту победу сборной СССР на Олимпиаде 80 тоже отмечали здесь, на планерной По-простому Став именитым олимпийцем, он по-прежнему остался отзывчивым и добрым весельчаком Душой нараспашку Приезжая по автобану Италии, нам итальянцы решили предложить в то время Такую технику, как видеомагнитофон, видеокамеру, что тогда было крайне редкостью Это у нас как-то все купили, и водитель коневозки, и все И вот Чеханов Слава у меня уговорит, Ирина Рашот, ну и вы тоже купите А деньги тогда были какие-то, 500 долларов на всю поездку И хватало у меня немного денег Слава снимает свою куртку с надписью СССР и отдаёт этому продавцу Мы приобрели, зашли в коневозку, открыли, а это оказалось деревянным Вот такой забавный случай у меня связан со Славой Чуканом То есть Слава Чуканом был очень добрым, отзывчивым и замечательным человеком Его доброта не изменяла ему Слава же оказалась непостоянной Так получилось, что в 1982 году талантливый, но прямолинейный Вячеслав Чуканов Вышел из сборной СССР Потом был бойкот Советским Союзом Лос-Анджелесских Олимпийских игр На Олимпиаду 88 в Сеуле Чуканов и Гепатит всё-таки поехали Но спортивная форма, следить за которой нужно было постоянно, была уже не та В число медалистов известная пара не попала Человеку за 60, а он ещё ездит на лошади, пытается Когда люди уходят из большого спорта, у них растёт живот Вячеслав Чуканов тренирует молодых спортсменов в новом подмосковном клубе Отрада Выступающий тренер, он продолжает участвовать в соревнованиях, но всё реже Понимаете, он ещё в прошлом году выступал достаточно серьёзно И один раз я видел, как он упал И упал, потому что, понимаете, когда падает человек худенький мальчик какой-то Да, который весит там 50-60 килограмм И когда падает такой человек, который весит там более 100-120 Всё это совсем страшное падение было, конечно И я просто ему советовал, Слава, уже не тот возраст Надо уже остепениться, работать тренером, готовить свою смену Больше пользы принесёшь, чем будешь сам прыгать У него несколько учеников, всадников, всадниц Младшему 12, старше 17 лет Не прибавляй, не прибавляй, так спокойно идёшь А всё равно ты не вытерпела, ты всё равно не вытерпела У тебя расчёт был, расчёт, вот сюда Я, не сидя на лошади, говорю твоими мыслями Делай что-нибудь, как она захотела Всё от тебя зависит, как ты Ничего, ничего страшного На самом деле Слава Михайловича очень просто То есть он, как тренер, он спокойный Он очень редко кричит То есть он всегда доступно объясняет, всё понятно То есть, ну, никогда такого не возникало, что он что-то сказал, и я не поняла Вот, смешно очень Очень любит шутить Весёлый Его родная планерная изменилась, похорошела и превратилась в современный олимпийский учебно-спортивный центр Здесь тренируются молодые всадники Детишки ходят в конную школу Да и других спортивных секций открылось немало Хочу сказать, на планете сегодня занимается порядка двух тысяч детей Наверное, это очень здорово, что у нас сохранились такие базы Которые дают детям возможность заниматься физической культурой и спортом Так что Чуканов был у нас первой такой олимпийской ласточкой За которым отправились в полёт очень много детей И которые сегодня служат примером для многих конников И только пойма речки Сходния Любимого места купания и прогулок знаменитых спортсменов-конников И современных москвичей Остаётся почти прежним Самое основное поле было здесь, это 70-е годы Здесь в 79-м году проходила спартакиада народов СССР Приезжали со всех республик И здесь для всех была планированная, как огонёнчик такой Здесь очень хороший вид был, прям туда, на речку И здесь этот песчаный пласт был Его сейчас делают, хотят сделать нормальным полем Сделать хороший грунт, хороший текстиль положить Сделать в очень хорошем поле, поэтому сейчас его заравнивают Потом будут завозить глину хорошую И я думаю, что это всё восстановится, как было прежнее Здесь это, как называли, маленькая Швейцария В Москве развивается и воспитывает маленьких наездников не только планерная И хотя взрослый и большой конный спорт в основном платный Малышам и юношам есть где заниматься И даже принять участие в чемпионатах столичного и российского уровня У нас существует и на планерной, и в разных школах Бесплатная школа И у нас есть и юность Москвы, где сейчас тренерами ведущие всадники работают И Борис Васильев, ведущий всадник в Троеборе он есть Это очень серьёзная, крупная, так сказать, организация Это база ЦСКА на Добенко Вот база планерная База пицца Хорошая лошадь для международных состязаний Сегодня стоит недёшево Но Вячеслав Чуканов знает, что этот союз Союз всадника и лошади Стоит ещё дороже Если вы хотите купить лошадь для Гран-при И выступать на Олимпийских играх Это очень большая сумма Это миллионы Как сделали, например, Единственные Арабские Эмираты, Катар Они купили со всей Европы лучших Потому что у них есть деньги Мы себе этого позволить не можем С другой стороны, если её продали Получится именно у этого спортсмена, который купил эту лошадь Это тоже многое значит И как его тренер когда-то отдал ему гепатита Он отдал Дагамы со своей ученицей с Красноярска Вместе они начали побеждать Разница, на самом деле, очень большая Даже если сравнивать с Красноярском, с тем же Здесь возможностей намного больше Даже если, опять же, денег больших нет То есть здесь конный спорт развит лучше Здесь лучшие тренера Вот опять же, по конно-спортивным комплексам Здесь условия намного лучше в Москве Большой город Большие возможности Хочется, на самом деле, достичь того же, чего достиг тренер То есть очень хочется поехать на Олимпиаду Но это, естественно, в будущем для этого нужно работать Стараться упорно этого добиваться В поисках талантливых лошадей Вячеслав Чуканов ездит по всему миру Он не может без них Это не просто имена Это вехи его жизни Гепатит, трапеза, гранат Нечётный, зритель Теперь Дагамыц Я просто сел на эту лошадь И она мне понравилась Со своим толчком Со своей уравновешенностью Со своим ходом спокойным И отдача вот именно в этого прыжка Я, когда его брал Мне достаточно было прыгать на нем 7 прыжков И сказать, что эта лошадь достойна быть В конном спорте И выступать на международных соревнованиях Большого уровня Просто это опыт, который Мне дали года Я считаю, достойная лошадь Нестандартный наездник И нестандартный человек Вячеслав Чуканов уверен Конный спорт Это ежедневный труд И любовь к лошадям Такая же, как у него И он старается Прибить её своим ученикам Раньше было проще Сейчас у нас институты Образование Раньше были конюха Ты приходишь, отучился Идёшь на конюшню Так я начинал Я бросил школу И летел на конюшню Чистить Ездить Деники отбивать Быть с лошадью Поэтому, может быть, из меня и вырос такой Всадник Иногда человек прыгает И когда неудачно у него что-то получается Он может скипеть Сказать Всё, больше не буду заниматься конноспортом Но они вот трудятся Занимаются Занимаются Стараются Дай бог Я им помогаю Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»